здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня запишу как для своего канала так и для канала а маркет обзор рынка пройдемся по основным инструментом таким как snp nasdaq золото нефть дальше валютный рынок это евро доллар фунт и в принципе все на такие основные инструменты выскажу свое мнение что по этим инструментом я думаю где-то скользкая ситуация где-то возможно рискованно поторговать на поэтому нужно это иметь ввиду ну давайте перейдем к рынку итак начнем с фондовых индексов в smp 500 nasdaq по smp и по nasdaq я рассматриваю что у нас намечается коррекция она уже немножко пошла до особенно по nasdaq вчера пошли корректироваться напомню кто хочет детальный разбор посмотреть на моем канале последние последний обзор есть по поводу детального такого ресурса да что происходит у нас по фондовым индексом напомню у нас сейчас ближайшее время месяц у нас на паузе стоит байбек по акциям сша плюс если смотреть по такой компании как nvidia да мы знаем что она сейчас лидирует на рынках такой такой мания да и она тянет фондовые индексы и другие компании там apple и так далее но поле видео у нас произошел один момент на максимумах когда они видят рвалась по 140 долларов после сплита да да напомню она ранее стоила там очень дорого у нас все компании и если не ошибаюсь совладелец какой-то компании nvidia они на максимумах продали такой довольно большой пакет акций то есть они фиксируются понятно что нужно фиксировать прибыль из за счет этого акции компании начали корректироваться мы с пика скорректировать скорректировались где-то на более чем 10 процентов и я думаю что ближайшее время у нас пойдет коррекция по фондовым индексом более глубокая обязательно торговать со стоп лоссами потому что возможно эта коррекция будет маленькой и она или не совсем она не пойдет и поэтому мы можем дальше по тренду пойти как прошлые разы дам чтобы вы не пересиживали убыток поэтому s&p 500 я бы шортил дальше да то есть ключевые уровни если брать это 5 560 пик это 5 600 условно да вот это такой стоп куда не должны идти конечно здесь можем можем нарисовать другую картинку дальше для шарта но это уже в следующих обзорах я буду обсуждать пока если смотреть на фундамент вот по байбеком point video и плюс технически у нас что-то уже намечается на коррекцион я бы не сказал что здесь прям супер модели но есть признаки на коррекцию поэтому шар теме сын пи нас да как видим вчера уже так более хорошенько скорректировался я на выходных делал обзор на моем канале тоже предлагал nasdaq шортить мы уже пошли падать я думаю что с коррекции дальше можно продолжать nasdaq шортить да то есть у нас пошли такие небольшие локальные импульсы которые сигнализируют о возможном развороте плюс у нас я не говорю прямо о развороте о коррекции может это быть большая коррекция может и разворот время покажет то есть у нас плюс если технически смотреть на свечной анализ у нас на прошлой неделе четверг у нас такой закрылся молот по nasdaq то есть примерно было что-то такое в марте и после этого ну здесь рынок еще двойную вершину сделал но он хорошенько хорошенько так скорректировался поэтому на это обращаем внимание вот как то вот так то есть пока поэтому пока я сын пина знак шортим дальше по по металлам если брать золото я последнее время до этого я был практически последние несколько месяцев я был покупателем напомню по золоту кто смотрел мои обзоры и последние там две недели я начал рассматривать черты они пока не идут где-то выносит сильно возможно вот этот вынос который у нас был на прошлой неделе это был финальный вынос и мы дальше уйдем на 2 280 и возможно ниже туда на 100 на 150 долларов на такой вариант я рассматриваю поэтому с текущих рискованно можно шортить здесь бы конечно еще чуть подождать но в принципе ключевой уровень у нас в районе такой локальные две триста тридцать пять две триста сорок да вот вот эта зона за который стоит стоит обращать внимание поэтому пока мы ниже конечно можем немножко так скорректироваться здесь по выносить но такой совсем ключевой уровень это две триста шестьдесят пять то есть пока мы ниже этого всего я рассматриваю шорт достаточно сильный конечно есть альтернатива нужно понимать что вот как я раньше рассматривал и в принципе если вы прям покупатель по золоту ну по вашей торговой системе там фундамент плюс техника еще какие-то моменты другие стратегии показывают лонг его здесь тоже можно найти он тяжелый пока для меня то есть как я рассматривал раньше рассматривал что у нас вот тренд идет импульс по золоту вот это все движение которое началось апрель май июнь это все коррекции и мы дальше уходим на две четыреста две пятьсот и выше такой сценарий я рассматривал я его даже и сейчас не исключаю я говорю это альтернатива в которую я на две недели назад это был для меня основной сценарий на сейчас он стал так скажем альтернативно да возможно я где-то и ошибаюсь то есть рынке бывает когда они скажем делать такие ловушки вот к примеру вот если кто помнит вот здесь зимой смотрите давайте так чуть увеличим здесь рынок меня тоже долго мотал вот в этом накоплении да но и того я вот это все движение мы мы откупали да но вот здесь в данном боковике этот что-то примерно как сейчас по золоту я там и покупал и шортил то есть спекулятивно все время переворачивался потому что сигналы менялись там каждые там неделю-две в таком случае как сейчас вот рынок может может и сейчас меня где-то обманывать да я могу ошибаться ну вот здесь был такой вынос примерно что-то такое движение вниз я ожидаю по золоту и потом лонг да ну когда он нарисуется поэтому так по золоту пока я за шорт конечно корявенький но но пока вот так дальше нефть нефть марки brent своем предпоследнем обзоре я советовал покупать нефть вот мы торговались выше 82 долларов здесь я говорил покупать на текущий момент картинка почти одинаковая и ключевой уровень поддержки 84 и все что выше за покупки вот когда мы его провалим этот уровень 84 закрепимся ниже то в таком случае у нас возможно будет развитие коррекции по по нефти в район там 81 80 плюс минус но пока мы выше 84 я рассматриваю дальнейший рост вплоть до уровня там 88 условно будет ли он такой вертикальный рост он и так в принципе может здесь вот я бы так сказал подождать сегодня как мы закроемся если сегодня не провалимся то дальше рассматривать покупки обязательно со стоп лоссом ниже за вчерашний минимум потому что если мы его провалим как я уже сказала здесь коррекции затянется и можно ли работать на эту коррекцию вот если закроемся ниже 84 в принципе да вот такой ключевой уровень я назвал а вы дальше уже смотрите дальше что интересного ну давайте пройдемся по рынку forex давайте индекс доллара в двух словах по индексу доллара я рассматриваю дальнейший рост на вплоть до уровня сто сто шесть да конечно я не я рассматриваю скажем так стекущих до рост обязательно со стоп лоссами работать за скажем за уровень сто четыре и семь да потому что если мы здесь провалим это конечно будет корявенько как то но мы можем еще раз там скатиться в район сто сто четыре сто три да поэтому здесь нужно со стоп лоссом работать я конечно рассматриваю секущих но здесь как видим такое очень корявое движение вот если брать там конец мая середина июня практически месяц диапазон уже чуть больше у нас очень все коряво и такой боковик он может просто скажем вот верхней к нижней границе ходить и делать много ловушек да вот примерно что-то как по золоту да то что я сказал что золото сейчас то на одной неделе я его покупаю на следующий же рассматриваю шорт спекулятивно потому что оно показывает другую картину поэтому индекс доллара я пока за рост обязательно со стоп лоссами то же самое евро доллар если рассматривать практически я раньше был скажем сильным покупателем по евро доллару и последнее время я перевернулся вот для меня на текущий момент рассказываю какой основной сценарий и рассказываю какой альтернативный сценарий может быть по евро доллару если мой альтернативный сценарий совпадает с вашим анализом рынка с вашей методикой анализа да то вы принципе можете его применить то есть я не говорю что мой основной сценарий он правильный какой основной сценарий я вижу то что у нас вот этот тренд который начался по евро доллару он продолжится и пока мы ниже 0 750 условно да я за снижение по евро в район ну локальные цели 06 50 условно и 06 возможно ниже немножко уйдем это по евро доллару такой основной сценарий для меня потому что вот этот тренд который начался по евро последние там три недели он достаточно сильный и я думаю что он продолжится какой у меня альтернативный сценарий я расскажу локально и глобально до локально то есть если смотреть последние три месяца вот это движение которое у нас было начиная там с 16 апреля по условно 4 июня то есть вот этот тренд который был я это могу рассматривать как импульс а вот это движение как коррекцию вниз и если вот данное утверждение правильное то у нас в принципе вот эта коррекция уже закончилась потому что у нас здесь можно нарисовать двойное дно плюс мы здесь подошли к такому сильному уровню поддержки на от него мы в прошлый раз отбились и в принципе если в этом покупатель по евро то есть спокойно мы его покупаем ставим стоп лосс за вчерашний минимум он небольшой где-то 50 пунктов если сработает сценарий ланга то мы получим очень мощный рост по евро доллару давайте посмотрим какой рост у нас это я локальность картинку а глобально у нас вот такая картинка вот это все движение которое у нас длится с прошлого года с прошлой весны это все накопление и мы с этого накопления просто улетаем очень далеко то есть это примерно 112 115 и возможно выше 118 такой вариант я не исключаю поэтому если вы покупатель то в принципе такой сценарий возможно то есть если мы ошибаемся ну с этим сценарием там стоп лосс 50 пунктов если мы правильно определяем то take profit там скажем будет огромен 500 и выше пунктов такой сценарий возможен да посмотрим я я вам высказал свои варианты как я вижу рынок а вы дальше применяйте к своему анализу дальше фунт доллар фунт доллар аналогично у нас как и по евро здесь конечно уже начинает немножко тренды ломать но пока фунт находится ниже 127 127 20 вот так можно взять давайте 2740 вот пока мы ниже вот этой зоны то я в принципе рассматриваю short пока сейчас его так агрессивненько откупают но пока мы ниже этой зоны я за short с достаточно сильным падением в район там 125 123 здесь тоже альтернатива как и по евро доллару может быть это то что у нас вот это падение за последние две недели это коррекция и мы дальше улетаем очень сильно высоко вверх 1 31 35 такое по фунту тоже возможно но пока я придерживаю своего основного сценария он конечно сейчас так локально его откупают что евро что фунт ну посмотрим посмотрим как сегодня день закроется у нас будут выходить новости по по сша там индекс доверия если не ошибаюсь плюс у нас на неделе там достаточно тоже сильные новости по инфляции посмотрим как эту неделю закроем поломается ли мои основные сценарии там уже на выходных буду делать какой-то апдейт или на протяжении недели посмотрим пока я высказался о рынке то есть s&p nasdaq short основной триггер который меня скажем сподвинул по сэмпи по nasdaq это фундамент да то есть байбэк nvidia технически там слабая картинка но возможно золото short нефть long но с ключевым уровнем на которые стоит обратить внимание так как у нас может коррекция затянуться евро фунт шорт индекс доллара рост ну посмотрим посмотрим провалит ли те уровни которые я назвал если провалим возможно это будет там какой-то даже вынос да это более сложная то есть вот примерно вот как вы здесь да по фунту когда мы здесь формировали такую откатную скажем откат такой сложный вот оно примерно что-то как сейчас то есть мы повыносили здесь тоже можем повыносить потом уйти вниз то есть там же по факту нужно смотреть поэтому соблюдайте главные риски так как у нас рынок в любой момент может разворачиваться у нас есть такие предпосылки ломать весь момент посмотрим хорошо пишите свое мнение в комментариях что вы думаете по по золоту по сэмпи по евро по доллару да и и мы пообсуждаем его следующий раз тоже интересно ваше мнение какой анализ вы используете какие причины и как вы видите рынок всем пока удачи